15-летний Михаил Зуб песочной анимацией занимается около 4 лет. За это время, говорят преподаватели, у него собралось несколько десятков достойных композиций. Более 20 из них сегодня представили на первой персональной выставке автора. Михаил рассказывает, на его месте может быть любой подросток, потому как уверен, искусство песочной анимации доступно каждому. Я считаю, что свои лучшие картины – это подсолнухи. Они сами по себе очень красивые, потому что нарисованы цветным песком. Я делаю вообще это для подарка для бабушки. Она очень любит подсолнухи, она выращивает их. Они очень радуют глаз, они вообще сами по себе очень красивые. Они похожи на солнце, они радуют это солнечное строение. Искусство песочной анимации многогранно, рассказывает преподаватель Михаила Светлана Тельбух. Всё начинается с простых статичных картин, которые могут изобразить даже двухлетние дети. Верх мастерства – сольное песочное шоу. Нет, не закрепляется. Это сиюминутное настроение человека, вдохновение, поток света, песок. Нарисовали и вытерли. То есть способ её оставить в жизни – это только фотография. На открытии выставки Михаил показал зрителям серию сольных номеров, которые принесли ему победу на различных фестивалях, в том числе и международных. Идеи берутся по-разному, честно говоря. Это может быть из прочитанной книги, может из какого-то фильма, может просто сами придумали. Откуда угодно может быть идея. Стать художником само по себе несложно, но уметь что-то придумать или рисовать, чтобы это было понятно каждому и красиво в том числе. Но это нужно ещё добиться. Увидеть работы юного мастера песочной анимации можно ежедневно, кроме субботы, в Центральной детской библиотеке. Выставка действует до 15 ноября.